В редакцию нашей программы обратился с просьбой о помощи житель поселка Заводской Ариф Гусейн-Ли. Несколько лет назад он купил квартиру в бывшем общежитии по улице Черноморская. Здание находится в плачевном состоянии, а уборщица, по словам Арифа, и вовсе объявила ему войну и подкладывает под дверь фекалий животных. И утром, слушаю, уборщица подминтает. Открываю, но здесь все было больше. Вот под моим ногом вот эта какашка. Честно говоря, я хотел собереть, прямо начальника на стол кинуть, сказать, вам нравится. Там какой-то скандал, наверное, не было. Чтобы этого не было, я опять сдержался, пошел я там словами сказал. Ариф неоднократно обращался в ЖКО с жалобами на уборщицу. Однако, по его словам, эта проблема осталась без внимания. Мы тоже обратились в местную управляющую компанию и получили ответ. Мастер разбирался, там ничего такого нету, уборщица убирает. Вот, там, жалоб от жителей таких, что она не убирает, нету. Однако, это не единственная проблема, которая беспокоит Арифа. Он регулярно жалуется в ЖКО на отсутствие капитального ремонта и течь в крыше. С крыши течет. В пятый этаж, я нахожусь на четвертом этаже. С пятого этажа на меня. Я обращался в ЖКО. Несколько раз. Они говорят, вы собственники, сами должны делать. Но я согласен, внутри квартиры, там где-то коридор сами. Крыша-то мне не относится. Я платил деньги, сделали ремонт. Это в 2013-2014 году. Сделали ремонт, я мастеру говорю, ты на эти стороны не трогай, потому что она по стенкам вода течет, ужасным состоянием. Вот так же вот окна, обои у меня отклеились. Мы решили поподробнее разобраться в этом вопросе и вновь обратились в управляющую компанию, ответственную за этот дом. И вот что нам удалось выяснить. Оказывается, Ариф отказался оплачивать услуги ЖКО. Более того, в своем нежелании отдавать долг он далеко не одинок. Помимо этого, многие квартиры достались новым жильцам вместе с неоплаченными счетами предыдущих владельцев. И по договору они обязаны были их оплатить. Однако, далеко не все изъявили желание это сделать. И вместе с уже новыми счетами общий долг этого дома вырос, как снежный ком. По словам директора управляющей компании, большинство жителей этого дома предпочитают тратить деньги на алкоголь, а не на создание вокруг себя комфортных условий. Мы платежки выпускаем на 111 квартир, так сказать. Вот из них у нас, значит, 30 квартир, которые, так сказать, платят нормально. Это там, ну, один месяц я не считаю этот долг. 11 квартир, которых 2 месяца там долг. Это вот получается. А остальные вот 70 квартир лицевых, это у них получается от 2 месяцев до 61 месяца. Представляете, сколько это? Ну, можно сказать, 5 лет вообще ничего не платить. И долг по этому, вот, как мы его приняли, этот долг, с 11 года по настоящее время, значит, вот на 21 число, как раз мне тут выписку дали, значит, составляет 2 миллиона 360 тысяч 869 рублей. Представляете, сколько нас. Вот на вот эти вот финансовые средства можно было бы что-то сделать. Даже можно было бы кровлю эту, если бы они заплатили, кровлю могли бы сделать. Ариф Хасан Аглы, значит, я все ему это объяснил, здесь он, он как бы понял, не зная. Потом ему диспетчер там все это объяснял, все это, ну, видно, он не до конца понял. Он говорит, вы вот сделайте мне кровлю, я заплачу. Я говорю, вы понимаете, ну, вы же в магазин идете или там покупаете продукты там или что-то, вы почему-то бесплатно вам не дают. Неплательщики загнали себя в такую долговую яму, выбраться из которой уже будет очень непросто. Хотя, если бы каждый должник рассчитался с управляющей компанией, ситуацию с этим дома можно было бы разрешить в кратчайшие сроки. Александра Селиверстова, Тарас Боднарук и Светлана Нурик. Городские новости.